Здравствуйте! В эфире передача «Один день с профессионалом». Обычно каждый наш выпуск мы посвящаем тем профессиям, которые можно получить в том или ином техникуме. Сегодня же мы поговорим о тех, кто дает профессиональные знания о педагогах. В республике в очередной раз подвели итоги конкурсов профессионального педагогического мастерства. Лучших выбирали в шести номинациях – учитель года, воспитатель года, самый классный классный, социальный педагог года, педагог-психолог года, педагогический дебют. За эти звания боролись 123 педагога. Они проводили открытые уроки, мастер-классы, педсоветы. По итогу выбрали пятерку лауреатов в каждой номинации, а среди них победителей. Хочу возле слова благодарить всем тем, кто проявляет инициативу, постоянно ищет новые инструменты, новые пути, чтобы представить просто себя в личном плане. Лучший педагог. Какой он? Как? А главное, чему? Учить детей. Давайте это выясним и проведем один день с профессионалом. В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий ребята учатся, как правильно строить кирпичные стены, выполнять отделочные работы и чинить автомобили. Но не только этому. Здесь же ребята изучают иностранные языки. А преподает их Ксения Михайлова, лучший молодой педагог Чуваши. На ее парах погружение в языковую среду происходит на первых секундах. Сегодняшняя тема – история и культура России. Ксения Владимировна учит студентов основам английского в игровой форме. Например, всем известная игра «Крокодил» на лекции приобретает новый оттенок. В техникуме транспортных и строительных технологий молодой педагог работает третий год. Стать учителем ее вдохновил пример мамы – преподавателя русского языка. Ксения – настоящий полиглот. Она владеет английским, немецким, итальянским и чувашским. Мне, в принципе, нравится изучать языки, поэтому я пошла на ИНЯС, поэтому я преподаватель. Я такой человек, что если мне какое-то благо у меня, почему бы им с ними не поделиться? Вот у меня есть знания английского языка, я хочу, чтобы все люди знали, потому что я хочу делиться знаниями этими, чтобы не просто так во мне эти знания были, а они распространялись. Педагог рассказывает, учить студентов нелегко. У многих из них нет мотивации изучать язык. Моя задача основная – донести до них, почему он им нужен, почему английский язык нужен автомеханику, сварщику, мастеру отделочных работ, штукатуру. И вот моя задача – сделать так, чтобы им стало интересно. И это Ксении Михайловой удается. Яркий тому пример успехи студентов. Они призеры и победители городских и республиканских олимпиад. Я занял второе место на республиканской олимпиаде по английскому языку. В школе я тоже учил английский язык, но я не придавал ему особое значение. Я думал, что он мне не нужен. Став чуточку старшим, наверное, я понял, что он мне все-таки по жизни пригодится. Так по профессии, так и по жизни. Мне нравятся уроки с Ксенией Владимировной, потому что мы там не просто сидим и пишем, а смотрим фильмы на английском языке, выполняем какие-нибудь веселые такие задачи. В профессиональных конкурсах участвует и сама Ксения Владимировна. Недавно к этим наградам присоединилась еще одна – педагогический дебют. Я сказала, что если я буду участвовать, то я займу место призовое. Неважно какое, но приз будет мой. Вот он, в принципе, победитель. Не просто призер, а единственный победитель. Это им льстит. Я хочу стать, на самом деле, хорошим преподавателем, хорошим педагогом и также хорошим воспитателем, чтобы ребята вот через 10 лет, через 15 лет, они вот вспоминали, что у нас там просто молодая преподавательница была, у нас было с ней интересно. А чтобы они говорили, вот она мне помогла. Ксению Михайлову на конкурсе поддерживали близкие и коллеги. Все, конечно, в техникуме очень обрадовались. Гордимся за нашего преподавателя. Молодые преподаватели, они ближе к молодежи. Так как у нас студенты все-таки до 18 лет, основная масса, молодые педагоги быстрее их понимают. Также быстрее понимают молодых преподавателей студенты. То есть они идут в ногу со временем. И в современном мире, так как новая информационная технология, молодой педагог быстрее осваивается и быстрее внедряет это в свой образовательный процесс. Преподает историю и общество знания, а заодно руководит целым классом. В Волгашинской школе Шумерлинского района работает Александр Мальков. Самый классный, классный. Это необычный поход с классом в лес. Это настоящий туристический слет. Здесь свои способности и навыки проверяют ученики 5-11 классов. На старте последние приготовления. Можно доктор, что движение завязано. На уроках историк и обществовед. На природе спортивный турист. Знакомьтесь, самый классный, классный. Выпускник Волгашинской школы Александр Мальков. Его ученики, 11-классники, трассу проходят одни из первых. На дистанции несколько непростых заданий. Выполняет их команда из трех человек. Значит, две гранаты. Если первые попадаете в воду, не спешите. Кто первые? Начинай, Наташа или Настя. Метай, отойди. Нет. Сейчас ученики Волгашинской школы активно готовятся к предстоящей районной Зорнице. Шансы на победу велики. У многих есть разряды по спортивному туризму. Это заслуга Александра Викторовича. Большей сложностью мне показалось на диване ОЗК. То есть оно все тепло, оно горячее, оно прилипает к телу. И вот это все не очень-то. В младших классах я не очень это любил. Но вот когда мы начали с Александром Викторовичем этим заниматься, как-то приелось. Самому хочется побежать, найти что-то, сделать и занять какое-то место. Это направление в школе педагог развивает более 10 лет, а работает учителем более 15. Успел выпустить целый класс. Как учитель он очень хороший, он всегда объяснял, помогал по любому вопросу. С ним можно было на любые темы поговорить. Также на турслете он нам всегда объяснял, помогал. Мы почти в каждом конкурсе занимались с ним первые места уже, можно сказать, 7 лет. И общаемся также после школы, встречаемся. В этом году у Александра Малькова очередной выпуск. Самый классный-классный. Какой он? Александр Викторович раскрывает секрет. Классный руководитель, он должен быть, скажем так, отчасти родителем, наверное, отчасти наставником, отчасти товарищем. Вот как-то вот так уметь надо где-то вот эту грань найти. То есть понятно, что там до пани братства ходить не должно. В конкурсе «Самый классный классный» он участвует не в первый раз. В 2007 году сельский учитель вошел в тройку лучших, а сейчас стал самым-самым. Впрочем, главный показатель для него не награды, а успехи выпускников. Самое главное – сдать экзамены, поступить в хорошее учебное заведение. Ну и, конечно же, самое главное, чтобы люди были хорошие. Неважно, кто на какой профессии, а человек, чтобы был хороший. Ну и понятно, чтобы добивались чего-то. Я всегда говорю, взялись за дело. Там не нужно на 10 дел разбрасываться. Одно дело делайте, но делайте его до конца, доводите целенаправленно, двигайтесь к цели. Друг, помощник, наставник и психолог. Так можно сказать про социального педагога. Лучшей в своей профессии стала Ирина Сладкова. Работает она здесь, в Канажском транспортно-энергетическом техникуме. Цветные карандаши и бумажный смайлик – вот так студенты показывают свое настроение. Открытые мастер-классы, тренинги нужны ребятам прежде всего для того, чтобы познать себя и свое окружение. Не каждый может ответить себе, да, значит, оценить себя адекватно, оценить своих товарищей, да. И для того, чтобы сейчас попробовать оценить себя и своих товарищей, я вам предлагаю поиграть в одну игру. Угадать одногруппника, занять любое место в классе и даже купить желаемое. На парах Ирины Николаевны никаких лекций и конспектов. Любовь и уважение самых дорогих для вас людей. Для тебя это будет стоить две бумажечки. Те занятия, которые у нас проходят с Ирины Николаевны, они помогают мне понять себя и помогают найти какие-нибудь пути иных решений. Человек, во-первых, веселый, доброжелательный, как я и сказал, ну, хочется, как сказать, так жить. Ну, так смотрю, на свою жизнь по-разному, по-другому, с другого ракурса. Тренинги и игры – лишь часть работы социального педагога. В основном она работает с трудными детьми и детьми из неблагополучных семей, взаимодействует с органами опеки, полицией, судами. Здесь мне приходится быть не только социальным педагогом, но и воспитателем, и организатором, и юристом, и психологом. Потому что они же все очень разные, эти дети. Они в основном очень колючие. Но в каждом колючем ребенке можно найти ту ранимую душу, которая откликается на добро, скажем так, да, на ласковое слово, на хорошее понимание, взаимопонимание. Говорят, что не человек выбирает профессию, а профессия человека. Ирина Сладкова с этим полностью согласна. Вся ее жизнь так или иначе была связана с детьми. Она работала в детском саду, затем в секторе опеки и попечительства администрации района. В техникуме трудится четвертый год. Результат есть. Результат есть. Он, конечно же, проявляется в детях, которых стоят у меня на учете. Вот один из студентов, состоящий на учете, он сейчас, будучи уже четверокурсником на последнем курсе, идет на красный диплом. Другой студент, мы с ним стали победителями на муниципальном уровне, лучший общественный воспитатель. А третий студент, он лауреат республиканского конкурса WorldSkills. Вот сейчас я именно там, где я себя чувствую комфортно. И мне кажется, я могу принести пользу, находясь именно здесь. Делают зарядку, гуляют на улице и спят после обеда. Такой режим дня у воспитанников Шамерлийского детского сада «Родничок». А какой режим дня у воспитателя года? Елены Михайловой сейчас узнаем. Осторожней, Катюша, осторожно. 23 ребенка за каждым нужен глаз да глаз. Елена Михайлова не отдыхает ни минуты. Прогулки, игры, экскурсии – все делают вместе. Семь лет назад Елена Александровна не могла предположить, что ее рабочий день будет проходить так. Она была специалистом Шамерлинского комбината автофургонов. Однажды мы с ребенком, с моим старшим, пришли в детский сад. И методист детского сада замечательного предложила мне пойти учиться на воспитателя. Воспитателем быть очень здорово. Это значит дарить тепло, свою заботу, радость и частичку своего сердца каждому ребенку. Пятилетний Артем ходить в садик очень любит. В детском саду мы играем, танцуем и дождаем спектакли. И все это придумала наша Елена Александровна. Она добрая и не только нам показывает, но и другим рассказывает, что она придумала. Вместе с Артемом в группу Елены Александровны ходит и сын Натальи Швецовой. Она умеет найти подход каждому ребенку, занимаются они различными занятиями, хорошо их воспитывает со всех сторон. Я очень довольна, я со спокойной душой ребенка оставляю в садике с утра. Пусть к победе в конкурсе «Воспитатель года» начался в стенах родного садика. Сначала педагог стала лучше среди коллег, затем в городе и, наконец, в республике. За первенство боролись 27 участников. Когда меня объявили победителем, было очень неожиданно, потому что были все конкурсанты достойные. Для меня принесло всеобщее признание моей профессии. И это очень значимое событие в моей жизни. И конкурс этот дал мне новые силы на пути к вершине моей педагогической деятельности. А силу Елене Михайловой еще понадобится. Впереди всероссийский конкурс. Впрочем, об этом можно не переживать, когда рядом есть такая поддержка. Очень она красивая и умная очень. Я ее очень люблю. Чебоксарская школа номер 12. В стенах этого учебного заведения преподает математику учитель года Татьяна Андреева. Как ей удается привить любовь учеников к царице наук? Сейчас узнаем. Это бумажка, с помощью которой мы выбираем вариант ответа, как штрих-код. И компьютер получает данные. Пятиклассница Ирина Григорьева рассказывает про программу «Пликерс». С ее помощью учитель Татьяна Андреева проводит тестирование. Результаты показываются моментально. Как называется данный многогранник? Очень быстро отвечаем. Не опускаем. Пока не видите галочку на углу своей фамилии, не опускаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Татьяна Юрьевна одна из немногих, кто применяет эту программу в обучении. Любому ребенку, которому не хочется, как бы не нравилась ему математика, все-таки, наверное, он в процессе игры, в процессе выполнения каких-то творческих заданий, он с интересом относится к данной серьезной математике, к серьезной дисциплине. Математика. Математика мне очень интересна. Она из моих самых любимых уроков. Учусь я по математике хорошо. И это очень легкая наука для меня. Она легкая из-за того, что наш учитель очень легко объясняет и ведет с нами, как с друзьями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 12-й школе Татьяна Андреева работает первый год. До этого 10 лет преподавала студентам ЧГПУ. Говорит, перестроиться было нетрудно. Они охотно принимают эту помощь, принимают советы. С ними интереснее, с ними веселее. И от того, что я, наверное, тоже активный, позитивный человек по жизни, наверное, мне все-таки достаточно было легко найти с ним общий язык. За этот короткий период у педагога накопилась целая стопка грамот и дипломов. Среди них выделяется вот эта награда. Учитель года столицы. Это кубок единственный в моей коллекции, поэтому он является, наверное, самым ценным, самым единственным, самым дорогим, что есть у меня на сегодняшний день. Ученики мои почти все его уже видели, все меня похвалили, полюбили добрыми словами. После городского этапа республиканские конкуренции здесь была жесточайшая. За право быть самым-самым боролись победители муниципальных конкурсов. Предположить, что я выйду учителю года Чуваши, я не могла себе позволить. У меня, как говорится, у меня, наверное, такой девиз, чтобы не расстраиваться, лучше не настраивайся. Поэтому я не настраивалась победить, и я бы не расстраивалась, если бы я проиграю. Ну, так получилось, что я выиграла. Я рада, что я выиграла. Спасибо моим ученикам, спасибо моей школе. Мы поддерживали ее всей нашей школьной семьей дружной и верили, что наш педагог самый лучший. Но эмоции нас, конечно же, переполняли. Это был праздник, настоящий праздник. Такие разные и неповторимые лучшие педагоги республики. И всех объединяет одно – забота о детях и любовь к ним. Это была передача «Один день с профессионалом». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!